Почему майнеры ускорили вывоз оборудования из Китая? Какие проекты DeFi стали новыми жертвами хакеров? Московский суд впервые рассмотрит дело о присвоении биткоинов. Это и многое другое смотрите в нашем новом выпуске новостей. Рады приветствовать вас на канале Битсмедиа. Комиссия по развитию и реформам китайской провинции внутренняя Монголия представила меры для ограничения майнинга. Ведомство предложило усилить надзор за центрами обработки данных и электростанциями и отменить льготы для компаний облачных вычислений, занимающихся майнингом. Интернет-компании, добывающие криптовалюты, будут лишены лицензии на оказание телекоммуникационных услуг. За использование криптовалют в незаконных целях физические и юридические лица будут привлекаться к уголовной ответственности, а за нелегальный майнинг вноситься в черный социальный список. Из-за этого китайские майнеры ускорили перемещение оборудования в Казахстан и Северную Америку, а также в близлежащие страны с дешевой электроэнергией. Директор по развитию Brains Эдвард Эвенсон считает, что теперь хешрейт сети биткоина будет более равномерно распределен по земному шару. Однако перемещение асик-майнеров может затянуться до конца первого квартала 2022 года. Между тем, крупные майнинговые компании создали группу Bitcoin Mining Council для продвижения экологичных методов добычи биткоина. Группа была создана при участии гендиректора Tesla Илона Маска и руководителя MicroStrategy Майкла Сейлора. Однако участники сообщества посчитали, что недавняя закрытая встреча майнеров противоречит духу децентрализации. Савеловский суд Москвы впервые рассмотрит дело о присвоении биткоинов. В 2018 году гражданин Андрей Петров передал своему знакомому Игорю Тукану в доверительное управление 16,6 биткоина. Тукан должен был инвестировать их и через 5 месяцев вернуть Петрову криптоактивы с прибылью за вычетом комиссии в 20% с прибыли. Тукан заявил, что потерял все эти активы. Адвокат Борис Башилов пояснил, что до января 2021 года уже был ряд подобных дел, но из-за отсутствия регулирования иски были отклонены. После вступления в силу закона о ЦФА, иск Петрова был принят к рассмотрению, а первое слушание по делу должно состояться в начале июня. Капитализация стейблкойна USDT и компании Tether впервые превысила 60 миллиардов долларов. USDT вошел в тройку крупнейших криптовалют, сместив BNB на четвертое место и заняв позицию после биткоина и эфира. Технический директор Tether Паула Ардеина сказал, что даже при экстремальном падении рынка стейблкойны продолжают держаться на плаву. В качестве основной причины роста капитализации USDT, Ардеина назвал спрос институциональных инвесторов. По данным Whale Alert, за последние 30 дней Tether выпустила не менее 6 миллиардов новых токенов USDT, причем последняя партия в 1 миллиард USDT появилась 24 мая. Согласно CoinGecko, теперь доминирование USDT на рынке стейблкойнов составляет около 60%, тогда как совокупная капитализация стабильных криптовалют превышает 106 миллиардов долларов. Держатели токенов Uni поддержали запуск третьей версии децентрализованной биржи Uniswap на Arbitrum – решение второго уровня для блокчейна и эфириума. Альфа-версия этого решения была запущена в 2019 году стартапом OffChain Labs, в который инвестировала Coinbase Labs. Разработчики Arbitrum заявили, что в ноябре им удалось снизить затраты на газ в 55 раз для своего порта тестовой сети Uniswap V2. Это обеспечило поддержку 390 свопов в секунду по сравнению с семью свопами в основной сети эфириума. При этом Uniswap все еще нацелена на развертывание конкурирующего решения Optimism, которое расширит масштабирование сети эфириума в 100 раз. Создатель Uniswap Hyden Adams также сообщил, что скоро на бирже будет доступен майнинг ликвидности. Помимо регулярно получаемой доходности, пользователи смогут зарабатывать дополнительные токены только за помещение активов по ликвидности. Разработчики протокола децентрализованных финансов DeFi 100 вскрылись с криптоактивами пользователей на 32 миллиона долларов. Об этом сообщил в Твиттере криптовалютный аналитик под псевдонимом CryptoWale. На сайте DeFi100.org висело сообщение, что пользователи проекта были обмануты, но позднее эта страница была удалена. Сайт DeFi100 мог быть взломан, однако команда проекта отрицает взлом, и сайт уже возобновил работу. На этой неделе пострадал от хакеров протокол BurgerSwap, работающий на основе Binance Smart Chain. Протокол подвергся хакерской атаке с использованием быстрых кредитов и потерял около 7 миллионов 200 тысяч долларов. Злоумышленники могли манипулировать ценами на токены в хранилище проекта, искажая данные. Затем они покупали резко подешевевшие токены и погашали быстрые кредиты. Аналогичной атаке подвергся и еще один протокол DeFi на Binance Smart Chain – Joeswap. Однако гендиректор JustLiquidity отрицает взлом. Благодарим вас за просмотр! Если хотите нас поддержать, ставьте лайк этому видео. Будем благодарны за любые отзывы как по нашей работе, так и по содержимому новостей. До скорых встреч!